Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 января и уже по традиции я вот утром, сейчас 7 утра, я встала и первым делом хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли за последние 2 дня. Потому что у нас сейчас у кого-то уже начинаются посевы и некоторым людям нужны именно сейчас ответы на вопросы. Я еще раз говорю, что печатать мне некогда, поэтому я сейчас быстро пройдусь по вопросам. Тут какие-то, конечно, не относятся к посевам, а просто вот первый, 2000 кустов томатов. Можно спросить, сколько соток ваш участок, где вы их выращиваете, только в теплице или нет. Конечно, на такой вопрос я не буду сидеть, печатать подробный ответ, тем более вся информация есть на канале. Участок примерно 7 соток, выращиваю и в теплице, и во всех уголках огорода, где есть свободное место, там у меня томаты. Так, тут про заказ, про томат что. Банановые ноги не понравились. Пишет, скажите, пожалуйста, Резида, сорт Санрайс, как вам? Ну, Санрайс, по-моему, это гибрид, гибриды я не выращиваю, поэтому я не могу сказать, как вам. Вот Галина Тараненко пишет, зарапортовалась, но могли бы они сообщать мне об этом, я и так знаю, потому что, когда просят вот покороче, чтобы маленький был, как по времени, видеоролик, но информация большая, я стараюсь говорить быстро. Говорю, 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 если тем более две темы рядом, только что рассказывала про перцы, тут же про томаты. Естественно, я иногда и запутываюсь, я ошибаюсь, но вот вы пишите в комментариях, зарапортовалась, это вы мне докладываете или всем остальным, я не знаю, смысл вот таких комментариев, что на них отвечать? Да, зарапортовалась. Так, ну тут Наталья пишет, что попробовала садить перец из семян покупного в университете, сами красного. Ну, я не высаживаю никогда магазинный перец, вот этот красный, потому что там неизвестно ни название сорта, ни то, что гибрид он или нет, тем более говорят, что они вот эти генно-модифицированные, уже выращенные по каким-то другим технологиям. И вообще мне муж сказал, что такие перцы нельзя садить, они потом, ну, короче, мы стараемся не садить, стараемся садить проверенные, высаживать семена, которые куплены в магазине, первый раз покупаю, потом начинаю с них выращивать. И, конечно, больше всего районированные сибирские сорта, потому что этот перец привезен неизвестно откуда и какие ему условия нужны. Ну, а самое главное, что я не знаю название сорта. Так, пишет Наташа Соколова, сажала демидов, что-то он меня не вдохновил, может подделка, но стволы толстые, это точно. Но у нас для сибирского региона иногда это единственная характеристика, из-за которой мы высаживаем томаты, что стволы толстые, что он выносливый. Приходится иногда, даже если другие томаты более вкусные, но с тонкими стволами, то высаживаем все-таки с толстыми, потому что рано весной и в начале лета, и могут быть и морозы, и все, а эти выносят все-все. Пусть он не самый крупный, вот пишут, слизней тоже много, потом про монгольского карлика, что получился кисловатый. Вот пишет, называется это, зрительница, живу в Сибири. Оля, живу в Хантамансийском округе, рассаду высаживаю в конце мая, включая обогреватели, в теплице выше 5-6 градусов не поднимается. Скажите, пожалуйста, как высаживаете в конце апреля, вы откуда из Сибири? Ну, если бы вы смотрели хотя бы несколько роликов с прошлого года, почти в каждом говорю, что сибирский регион, алтайский край, город Бийск. И я высаживаю всегда по-разному, когда конец апреля, вот в прошлом году получился конец апреля, когда начало мая. И всегда тоже говорю, что стоят на крайний случай обогреватели, и ставлю, если холодно, дуги, их еще укрываю пленками. Все это, конечно, проблематично, все это хлопотно, но это возможно. Так. Так. Боюсь, ГМО пишет. Пришли на ваших условиях семена монгольского карлика. Ну, во-первых, я здесь не принимаю заказы, тут только мы разговариваем о растениях. О приеме заказов есть отдельное видео, мне пишут люди в Одноклассники или на почту. Я даже разговариваю о заказах, здесь не буду тратить зря время. Нигде не говорила, что пишите мне вот сюда заказы. Я, во-первых, их уже не принимаю. Так. Вот пишет Мила. У меня вопрос, что предпринять, чтобы избавиться от черных мушек на кустике горького перца, который растет в комнатных условиях. Ну, знаете, для обработки в комнатных условиях очень мало рекомендовано препаратов, потому что, во-первых, вы очень пахучие, туда и вот такие вредные не сможете же употреблять, если вы живете в этой комнате. Обычно все рекомендуют вот этот натуральный фитоверм. Но нужно сделать так. Его желательно поставить в большой пакет, обрызгать и завязать, чтобы там у них вот это вот... Ну, как, чтобы они подольше были в условиях вот этого обработанного вещества, чтобы оно не испарилось, подольше не высохло. Попробуйте обработать фитовермом. Ну, а вообще, сейчас уже скоро весна, скоро вынесите на улице, можно обработать любым средством. Про лук тоже не будем. Вот Ирина Голубцова спрашивает про посев томатов. А сорта Настенька, Демидов и Клуша для раннего урожая также формировать в два ствола, если сажать по две штуки в лунку. И вот смотрите, я всегда смотрю по состоянию самого томата. Они даже, если один и тот же сорт, он каждый год может вырасти по-разному и в разных условиях. Бывает, что я вообще, которые высаживаю для раннего урожая, просто убираю до первой цветочной кисти, а дальше я уже не формирую в два ствола. Они растут так, как хотят. Если, например, вот в прошлом году я часть делала в два ствола, часть оставляла там и три, и четыре. Смотря какие вы хотите получить плоды, я уже все это говорила. Хотите крупные, укропнить. Оставляйте, значит, всего два ствола. Если вам все равно, крупные они или средние, хотите просто побольше иметь их, но оставляйте больше стволов. У меня остается иногда и четыре, и пять, когда неважно их крупноплодность. А главное, пусть они все растут, и если у вас мало времени, можно хоть как делать. Разные способы. В прошлом году летом я показывала, как в два ствола, которые для укропнения, как в несколько стволов, которые для увеличения количества штук. Все это каждый хочет, как хочет, так и делает. Пишет Огород Life. В прошлом году из-за январского посева шести сортов перца, семена покупные, взошло только одно растение. Февральский взошел отлично, не знаю в чем дело. Пишет, проклюнуться все равно. Это вот про то, что я замочила и не проклюнулись. Но они и сейчас не проклюнулись. Надо дольше держать. Тут про посынкование, про нижние листья пишут. Удалять обязательно вирусы, вредители, бактерии, первыми желтеют. Я сейчас выбираю только именно вопросы, которые могут интересовать. А если просто пишут, что у меня в прошлом году хорошо выросло. Так, эксперимент. Напишите, можете ли вы организовать посылку с семенами. Нет, не могу я организовать посылку с семенами. У меня начинаются пассивы. Вот Людмила Лепилова пишет, когда я первый пассив томатов рассказывала подробно для начинающих. Шесть минут пустой болтовни. Есть люди, которые секундомером смотрят и высчитывают, сколько пустой болтовни, сколько не пустой. Ей вот отвечает другой зритель, что не судите по себе видео для начинающих огородников. Самое то. И вот действительно у всех же разный уровень осведомленности, разный уровень познаний в огородничестве. Я вот пишу Людмиле и всем хочу еще раз сказать, что если для вас мои старания, мое желание помочь, это пустая болтовня, то вам просто нужно смотреть другие каналы, более углубленные, наверное, может быть, с научной точки зрения, где все объясняют очень там как-то. У всех разный уровень знаний. Кому-то эта пустая болтовня просто необходима. Ну и, конечно, у всех разный уровень воспитания. Нормальный человек посмотрит, и если ему кажется, что это ему слишком уж подробно и много пустой болтовни, он просто уйдет молча на другой канал. И, конечно, только невоспитанный может сказать автору, который там хлещется, выкладывается, что это пустая болтовня. Ну, где-то пробелы в воспитании у людей. В прошлом году высаживала по вашему методу пыльчье сердце, очень довольна. Вот Валентина Рычкова спрашивает. Я выбираю по посевам, вот самые злобонимые такие. Оль, скажите, пожалуйста, если у меня земля будет не протравлена, а просто политы бороздки с семенами привикуром, будет ли этого достаточно? Вот на этом хочу остановиться подробно. Я еще раз хочу вам донести и Вале, и другим. Я так делаю, потому что я уверена в качестве своего грунта. Я знаю, что он не с огорода, в нем раньше я ничего не выращивала. Я проливаю только вот эти вот дорожки и бороздки, чтобы именно локально, вот там, где сидит семечко, чтобы вот это протравить. И я делаю так, вот с точки зрения чистоты грунта, вот по микробиологии. Если вы не уверены, если вы не уверены, то вам лучше всего, вот потом после полива, после посадки, вот так проливают люди всю, ну как весь лоточек вот так полить. Или сделать это, когда, например, семечки взойдут. Потому что за это время, за эти дни, пока они всходят, я не думаю, что успеет там завестить или черная ножка, или что-то. Это же, ну, со временем будет. И вот в инструкции написано, я на этой неделе про привикур расскажу подробнее, прям сниму отдельное видео, все подробно расскажу. Если земля у вас не протравлена, и вы не уверены в качестве грунта, то лучше потом, как только появятся первые петельки, полить раствором привикуры весь вот этот лоточек. Ну, короче, в качестве полива использовать один раз раствор привикуры. Этого обычно бывает достаточно один раз за весь период выращивания рассады. Но я уже больше привикуром, вот в прошлом году ни разу не поливала, только поливала дорожки. Опять же, использовала только чистый грунт. Вот в этом году хочу первый раз попробовать вторичное использование грунта, который у меня с прошлого года очень-очень много остался. Он еще жирный, он еще такой, как питательный. Мне его просто жалко выбросить. И вот, ну, на первый посев, конечно, я не рискнула его использовать, потому что самый ранний, самый первый посев им и так сложно придется, они долгое время будут в лотках. Если я им еще грунт нехороший подсуну, то это будет, с моей стороны, не очень часто по отношению к ним. А вот потом буду попозже, когда высаживать, попробую грунт второй раз использовать. Это облегчит мне труд, потому что очень много грунта приходится нового завозить. И вот пишет Анастасия Кравец. Подскажите, пожалуйста, земля своя, она очень легкая. Смесь земли из компостной кучи и дерновой земли. И что земля получилась такая, что вода не продвигает, а задерживается на поверхности. Что можно туда еще добавить? Легкая земля, кажется, не совсем полноценной. Я не знаю, почему, если у вас там дерновая земля, дерновая земля, это же обыкновенная черная земля, она не должна быть как такой, что не впитывает даже в нее вода. Может быть, вам ее вот так перетереть, увлажнить хорошенько. Если грунт увлажненный, достаточно такой, не сухой, он все равно вода будет проникать. Но я вот не поняла, почему она легкая такая, если это обыкновенная земля под дерном. Это же простая земля. Не совсем не ясно. Но вообще в ней должна расти рассада, как это дерновая земля обыкновенная и перегной. Вот пишет Наталья Шульгина к видео о перцах. Это последний будет, потому что время много. Не успевая даже на несколько вопросов ответишь, смотришь уже больше 10 минут. У меня однажды, короче, семена перца пролежали. Я все не буду читать. На 28-й день проклюнулись. Магазинные семена пересушены, туго всхожие. Вы понимаете, просто я давно уже такого не встречала, чтобы вот постолько долго. Да, у меня и сегодня они, я посмотрела, они проклюнулись. Так что вот начинающим я вот хочу этот комментарий, как в качестве инструкции предоставить, что могут семена перца проклюнуться и на 28-й день. Вот у Натальи Шульгиной так произошло. Она уже подумала, что выброшу, пишет к чертовой бабушке. Они, вероятно, испугались. И уже на следующий день проклюнулись. Но на 28-й день, это месяц они лежали. Но это, конечно, я не буду месяц ждать. Я лучше новые посею. И вообще, я привыкла уже в последнее время все свои, свои семена. Раз, два, три дня они уже все проклюнулись. У меня колокольчик уже взошел, который вместе с ними я замачивала, вот с этими семенами. А эти даже не проклюнулись. Ну все, до свидания. Я вот последнюю эту неделю сижу на заказах. На этой неделе разошлю все, постараюсь, все заказы, которые перед кем я обязана, вот которые мне уже оплатили, прислали. И буду более подробно рассказывать о препаратах, которых вот мы замачиваем, возможно, в которых вы захотите замачивать. О различных способах посева. Я вот первые посевы сделала с заглублением вниз и не досыпала сверху грунта. Потом следующий будет посев классический. Буду раскладывать сверху и сверху еще засыпать грунтом. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Надеюсь, к началу ваших посевов в традиционных сроках мы все это пройдем, со всем ознакомимся и будем во всеоружии.